Борьба с дикорастущей коноплёй – первоочередная задача совместной работы подразделений полиции и коммунальных ведомств в Абакане. Дурман траву уничтожают разными способами. Наиболее эффективным способом уничтожения конопли химическим способом заключается так, когда она только всходит, 5-6 листочков, побегов, она хорошо очень уничтожается на большой площади. И также мы заключаем контракты с нашими подрядчиками на ручное уничтожение конопли. Ежегодный счёт идёт на гектары, и работы меньше не становится. Но в текущем году пошла на убыль статистика преступлений, связанных с наркотиками. Итогом первого этапа профилактической операции «МАК» в этот раз стали 4 уголовных дела – 42 грамма марихуаны и 9 граммов синтетики, изъятые полицией. А вот второй этап оказался чуть более урожайным. Выделено 5 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 444 граммов марихуаны и более 33 граммов синтетических наркотиков. В том числе пресечён канал сбыто-синтетических наркотических средств. Задержан курьер-закладчик синтетических наркотиков, который сбивал наркотические средства бесконтактным способом посредством сети интернета. Обнаружено изъято 25 клиников закладок с синтетическими наркотическими средствами. Методом более 30 граммов. Именно такие дистанционные дилеры вставляют на фасадах многоэтажек города надписи, которые способствуют распространению наркотиков. И здесь снова за дело берутся коммунальные службы Абакана. Проблема заключается в том, что действительно эта краска, которая нанесется в эти надписи, она несмываемая. А её удалить не так просто. Поэтому единственный способ – это закрасить, замазать поверх этой краски. Не всегда попадаешь в тон, допустим, фасада уже покрашенного многоквартирного дома. И вот эти вот пятна, которые появляются как последствия от этого закрашивания, ну, конечно же, уродует наш город. Бороться с этим в какой-то мере помогают видеокамеры. Установлены на улицах и в общественных местах Абакана. Взять весь город разом в их объектив – это пока перспектива будущего. Поэтому для неравнодушных граждан работает горячая линия управления коммунального хозяйства и транспорта 215-506.